Водитель-экспедитор. Это древняя профессия. Ну, как бы сказать, начиналась она еще с незапамятных времен. История грузоперевозок складывалась веками. Это был поэтапный процесс доставки и транспортировки. Революция произошла с развитием судостроения, авиации и железной дороги. Тогда люди смогли переправлять товар за короткий срок даже на очень большие расстояния. Со временем работа водителя и грузчика объединилась, и в начале 20 века появилась новая профессия – экспедитор. Сегодня востребованность подобных услуг составляет 80%. От мастерства водителя-экспедитора зависит своевременная доставка груза и прибыльность бизнеса. Ну, вообще-то у меня это как бы наследство. У меня и папа работал водителем, и дедушка был водителем. Водитель-экспедитор – сложная и ответственная работа, которая включает в себя сразу несколько видов деятельности. Помимо управления автомобилем и доставки товара водитель-экспедитор предстает в роли грузчика, инкассатора и менеджера. Его обязанности входит выбирать быстрый и удобный маршрут, а также ежедневно осматривать и проверять автомобиль. Профессия, она всегда была сложная. Это дорога, это сейчас много километровые пробки, зимой это снегопад. Есть такое, что подъезды плохие к магазинам, перетаскивать тяжело, грузить. Наше предприятие – это замочные субъединенные изделия. Мы доставляем в новостройки, на рынки, в хозяйственные магазины, продукцию. Профессии я своей посвятил 30 с лишним лет. Григорьевич, здорово! Я Солнечногорский. Очень хорошо расправляется, и как человек нормальный, и все. Иногда приходишь домой, уставший, намотав много километров, много клиентов было, думаешь, все, пора завязывать. В работе водители-экспедитора часто преследуют три главных кошмара. Один из них – возможный конфликт с клиентом фирмы, который может нанести серьезный урон не только репутации водителя, но и самой компании. С клиентами ругаться нельзя. Во-первых, по закону клиент всегда прав. Мы не ругаемся, а можем поспорить. Я ответственный человек. Я общаюсь уже с клиентом непосредственно. Я обязан ему объяснить, что за товар, для чего он предназначен, взять с него деньги. Клиент бывает разный. Бывают скандальные, шумные, все что угодно. Даже несмотря на трудности, Александр не теряет самообладание. Машина – это второй дом. Там проходит моя жизнь на все 12 часов, которые я провожу в автомобиле. Вторая страшная неприятность, которую может поджидать водитель-экспедитор за каждым поворотом – авария. У меня большая машина, и бывает, что за плечами находится больше пяти тонн груза. И затормозить такую ситуацию еще очень сложно, тем более, если это зимний период. Как говорят у шоферов, когда ты смотришь вперед, то сзади тебя решетка. Слава Богу, что остался живой, потому что есть лозунг – тебя ждут дома. Но самое страшное для водителя-экспедитора – это остаться без груза. Ведь от нападения на машину никто не застрахован. При моей бытности было несколько раз нападение на машину. Приезжаю к клиенту, клиент мне отдает деньги. Деньги светятся. Мы говорим так, что их видно. Там уже нигде не скроешься. То есть те люди, которые едут за нами, видят, что мы взяли деньги. И ни у одного клиента. Мы же на рынке, если едем, у нас по два, по три клиента. Коллектив у нас очень дружный. Хороший коллектив. Каждый может постоять за другого, за товарища, за себя. В наше время, когда человеческие отношения обесценились, найдется ли тот, кто готов столкнуться с трудностями? А что, если кто-то случайно попал в эту профессию? Выдержит ли он? Уйти из профессии может слабый. Александру поступил срочный заказ. И нужно было спешить. Здесь пробочка. Я в пути. Я сломался. За городом. Я набираю. Александру. Я тебе перезвоню. В общем, я не знал, приедет он, не приедет. Главное, вовремя доставить груз. Главное, вовремя доставить груз. В нашей профессии есть негласный кодекс «Помоги другу». Каждый из нас обязан помочь своему товарищу. Либо доставки груза, мало ли, сломалась машина, я перегружаю его груз. Вот, везу по его маршруту. Помимо своего маршрута, я везу, обслуживаю маршрут. Либо просто помочь что-то сделать машине и помочь другу. Это просто как манна небесная. Ты ждешь этого. У тебя просто на душе какое-то облегчение идет. Так что кодекс наш водительский, экспедиторский, он был, есть и будет. Самой моей главной профессией – это быть человеком. Человеком смелым, находчивым. Помогать своим товарищам. Я своей профессией гордился с юности. И пока ручки мои крутят бараночку, я буду за ней держаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok